МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы удержать у причала тяжелый корабль, достаточно всего несколько раз обмотать канат вокруг швартовой тумбы. Даже если корабль запустит двигатель и потянет за канат изо всей силы, его сможет удержать на месте один матрос. Как же удерживающая сила зависит от числа витков каната? Давайте проведем эксперимент. Этот груз весит 32 ньютона. Перекинем веревку, на которой он висит, через блок и обернем ее один раз вокруг трубки. Когда груз медленно сползает вниз, мы удерживаем его силой в 12,5 ньютонов. Если веревку обернуть вокруг трубки два раза, для удержания груза хватит силы 4,5 ньютона. А при тройном обороте удерживающая сила уменьшается до 1,5 ньютонов. С каждым оборотом удерживающая сила уменьшается примерно в 2,7 раза, так что ее последовательные значения образуют убывающую геометрическую прогрессию. Давайте разберемся, почему так получается. Когда наш слон натягивает веревку, она прижимается к столбу. Теперь он удерживается не только силой, приложенной к другому концу веревки, но и силой трения. Пусть удерживающая сила в два раза меньше тяги слона. Перехлестнем веревку через еще один столб. Теперь удерживающая сила будет еще в два раза меньше. Третий столб позволит уменьшить силу еще в два раза. Удерживающие силы убывают в геометрической прогрессии. Веревку можно накручивать не на последовательные столбы, но несколько раз на один столб. Результат будет тем же самым. Если за один оборот сила убывает в два раза, то за 10 оборотов она уменьшится в 2 в десятой степени раз. Тягу в одну тонну можно будет удержать силой в один килограмм, то есть одним пальцем. А если завязывать веревку морскими узлами, она будет затягивать сама себя и держаться еще крепче. Схожим образом ведут себя две книги, вдвинутые друг в друга так, чтобы их страницы перемежались. Раздвинуть эти бумажные тиски оказывается не так-то просто. Для эксперимента приготовим два одинаковых бумажных блокнота по 25 листов, вставив их один в другой. Один блокнот присоединим к датчику силы, второй к датчику перемещения. Потянем за второй блокнот. Блокноты удерживаются за счет взаимного трения. Потянем еще сильнее. Когда сила выросла до 20 ньютонов, второй блокнот начал выползать из первого, после чего сила сцепления постепенно уменьшается. Чем больше страниц в блокнотах, тем большую силу надо прикладывать для их разделения. Но эта сила растет не пропорционально числу страниц, а скорее в геометрической прогрессии. Попробуйте объяснить, почему так происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова